Ежи быстро устарел. Когда его нашли, он уже был совсем старый. Так и не смогли определить его возраст. Пытались считать кольца, смотрели и так и сяк. А все не определяется. У Ежи было много колец. Пришлось усреднить число. Что-то поделили, что-то сложили. Получилось, что Ежи прожил на свете больше, чем ему положено. А положено ему было много. Говорят, Ежи был старожилом. Устраивал заплывы, когда был потоп. Переходил в пустыню, сворачивал горы. В общем, славно поработал. Петруч ничего об этом не знал. Петруч вообще был наивен. Ничего не знал о происходящем. Если это его не касалось, он вообще в подробности не вдавался. Такая у него была жизнь. А возраст Ежи и так не определили. Видно, у него не было возраста. Нечего было и определять. Ежи вообще был беспредельным. А Петруча ограничен. Петруча часто закусывал у дела и бросался куда ни по опыте. Все-таки Петруча свой парень. А Ежи чужой. Ежи никогда так и не стал своим. Никто его не принимал. Ежи был чужим. В конце концов, его отправили на другую планету, чтобы он там свободно отчуждался. Но памятник все-таки остался неизвестному чужаку Ежи или чудаку. Натвесть была неразборчивой. Петруча хотел найти Ежи. Но его не пустили. Сказали, рано тебе еще в космос. Ты еще маленький. С тех пор Петруча все старался, подрастил. С тех пор Петруча стал как-то невесел. Отравлял всем существование. Пришлось вернуть Ежи на землю. Ежи вернулся на землю и сразу приступил к делам. Стал печатать, кроить, городить, строить, укомплектовывать. В общем, все пошло своим чередом. Что и следовало доказать. В общем, все вернулось на круги своя. И особенно Петруча. Особенно Петруча вернулся на круги. Хотя у него был свой особый круг.